Приветствую вас. Начать свой ответ я бы хотел с такой небольшой ремарки, если можно так сказать. Как вы не понимали своего отца, почему он так себя ведет, тапч, пупьет, буянит. Так, сейчас вы не понимаете своего мужа, который точно так же ведет себя слабым. И точно так же, как по отношению к своему отцу, вы задавали, задавали всевозможное, задаете с вопросом, как же он, отец, так мог, неужели для него нет ничего ценного? Так, и по отношению к этому мужчине, вы точно так же задаетесь этим же самым вопросом. Неужели для него нет ничего ценного? Знаете, какая штука? Ценная для него, может быть, что-то и есть, но однозначно можно сказать, что система ценностей у каждого своя, по большому счету. И думать, что мужчина должен следовать вашим представлениям о том, какими должны быть ценности, я думаю, что это как минимум не совсем адекватно, потому что у мужчины своя система ценностей сформирована действительно его мамой, действительно его родителями и так далее. Весь вопрос в том, что вы в этой ситуации себя выставляете жертвой. Вы как бы говорите, ну, как же так, я заслужил от чего-то другого, как же так, но я же заслуживаю от чего-то большего. Правильно. Заслуживаете вы чего-то большего. А живете вы с этим мужчиной. И вопрос заключается в том, почему. Почему вы хотите перепробовать все варианты и только потом уйти. Что удерживает вас с этим мужчиной? Любовь? Разрешите здесь с вами не согласиться, потому что если мы говорим о любви, то любовь – это когда человеку стремишься делать добро, делать что-то хорошее. Ваш мужчина к этому не стремится. И добро вам он делать не собирается. А ссоры начались еще, как вы говорите, во время падельного путешествия. То есть, в общем-то, весна и весна скоро после падения. И здесь у меня вопрос, опять же, к вам. Как вы относились к этим ссорам тогда? Почему и ради чего терпите ханство его? Почему и ради чего терпите его отношения? А ну вот. Такое. Негативное. Зачем? Для чего? С какой целью? Понимаете? С чего, может быть, вы ждете? Чего, может быть, вам хочется? Важный вопрос. Очень важный. Мужчина, конечно, в теории, может измениться. Он может измениться. Но для этого нужно, чтобы у него был стимул. А вашего мужчины стимула нет. Почему нет стимула? Как вы думаете? А стимула у него нет потому, что вы ему этот стимул не даете. Он знает, что что бы он ни делал, как бы он себя ни вел, но вы все равно, скорее всего, его, простите, вы все равно, скорее всего, его, как бы, ну, отнесетесь к нему со снисхождением. А мужчина без мотива делать на самом деле ничего не будет. И этот момент также нужно как следует понимать. Чем лучше вы будете этот момент для себя понимать, тем лучше будет для вас. Потому что нельзя, вы поймите, нельзя ожидать от человека какой-то модели поведения. нельзя ожидать от человека того, что он будет вести себя так, как вы себе это представляете. Это приводит только к ожиданиям и обилиям. Смотрите. Вы пишите. В браке более года отношения с мужем тяжелые. Началось после свадьбы, уже в свадебном путешествии, его, как, его хамство, недовольство любыми моими действиями. Почему вы позволили этому происходить? Или даже не так. Почему вы позволили этому длиться? Вот правильный вопрос, который нужно вам задать. Почему вы позволили этому длиться в вашем отношении? Для чего? Зачем? С какой целью? Если вы думали, что это поменяется, что это изменится, то почему вы так думали? Что заставляло вас так думать? Понимаете? Но определенно же есть какие-то массивы, по которым вы терпели такое его поведение. Более чем уверен, что есть. Можно подумать только какие. Далее. Матоганство и таких дурных слов я не слышал от него. Матоганство и таких дурных слов я от него не слышал. Он человек одинокий в натуре, нет друзей, долго жил один. С родителями, видимо, сложные были отношения, когда никогда ничего не рассказывает. Но зная властную маму и более мягкого папу, я предполагаю, что мать озадовила ребенка, если, значит, они звонят сами, он отвечает, но никогда самостоятельно не звонит. То, что вы написали все. Это здорово. Вопрос в том, зачем вы это все написали? Для чего вы это все написали? То есть, ну, вот он такой человек, допустим, ну, он действительно такой своеобразный человек. Это да. Это правда. Вопрос заключается в том, принимаете ли вы его таким, какой он есть, или нет? Для чего вы рассказываете нам, что его задавила там мама, что там и так далее, вот эта вся история. Зачем? какой вам выход, какой вам выгода из-за того, что вы знаете эти все моменты? ну, ведь никакой никакой же, никакой же выгоды. Абсолютно же никакой. Вы только, вы это знаете, но проблема в том, что это никак не влияет на ваше отношение. Ведь, правда же, не влияет? И ничего не меняется. Правильно? Скорее всего, нет. И зачем вам такого рода знаний, которые ничего не дают вам? Ну, помимо вот какого-то интеллектуального веса. Веса. Понимаете? Дальше. Значит, так. Ну, то есть, вы говорите, что он, у него отношение, у вас не укладывается его отношение к родителям. То, что вы своим днем и ночью готовы пробежать и помогать, это знаете, у вас такая немного психотическая модель. То есть, вы к своим родителям, как я понял, привязаны. И это не есть хорошо. На самом деле. То есть, то, что вы готовы им помогать постоянно, это не есть на самом деле здорово. И это говорит только о том, что ну, вы в какой-то степени зависимы от своих родителей. Вот. То есть, это две крайности по большому счету. Две крайности, то есть, у мужчины крайность своя, и у вас как бы тоже своя крайность. не И то, и другое, в общем и целом, не здорово. Поэтому, если вы гордитесь тем, что вы готовы помогать своим родителям днем и ночью, это тоже не совсем здоровое поведение. Вот. Но, дело даже не в этом. Вы ведь знали, что у мужчины такое отношение с родителем. И все равно с ним в отношениях вступили. Зачем? А не потому ли, что вы сами являетесь таким вот, ну, может быть, психотиком, то есть, нуждаясь в других людях, вы, значит, не можете выстраивать отношения ни с кем другим, кроме вот такого типа людей. И в этом случае это уже модель поведения. То есть, вас вы боялись в детстве, вас заставляли бояться в детстве, и вы продолжаете бояться до сих пор. Только теперь немножко по-другому боитесь вы. Так, ну, тот мужчина хочет, чтобы все было как он, требует, чтобы все вопросы решала сама. Это, конечно, просто его модель поведения. вот. Что это Хамит оскорбляет, очень невероятно, что это единственный способ выражать его эмоции. Вот. Молчит, все держит, держит в себе, игнорирует это. Посмотрите анальный тип личности. Вы, я думаю, много найдете чего интересного своего мужчину. Вот. Значит, я не раз хотел уйти, но хотелось верить, что можно что-то изменить, решить проблему. Можно решить проблему, если человек точно готов что-то делать, а вашему мужчину все устраивает и, соответственно, либо вы его принимаете таким, как он есть, либо нет. То есть вы вышли замуж за него и как бы и теперь хотите его поменять. Ну, человек сам, если захочет, он сам поменяет, а насильно менять его не 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 получится. Вот. Хочется испробовать все варианты, но терпения не хватает, а почему терпения не хватает? Почему не хватает терпения, если вам хочется исправить? Испробовать все варианты. Теперь как такие действия это очень важная вещь. Вот. А я понимаю, что в таком негативе нельзя решить, оно случилось страдание, достойно лучшего, но неужели для него нет ценностей и настолько плевать на семью и на меня. а какая вам разница, что он, что вы от него хотите получить? Откуда такая зависимость в человеке? Почему он так реагирует, я не могу понять. А как именно он реагирует? Как именно он реагирует? Он реагирует так, как его научили. По большому счету. Он реагирует только так, как его научили. И все. Как бы. Вот как-то научили, он так и реагирует. И это нормально. Он не сможет реагировать по-другому. Пока его не научат. А для этого как бы ну для этого нужно его желание. А у него нет. Значит от мамы вы привыкли подчиняться. От мамы вы привыкли быть жертвой и не нести ответственность за себя. Вот. То есть вы не несете ответственности за свою жизнь. А требуете этого от других людей. Вот именно от мамы вы приняли модель поведения в наши жертвы. И до сих пор вы жертвы. Бегаете, помогаете своим родителям, пытаетесь решить проблемы взрослого человека вместо того, чтобы решать свои проблемы. это все бег от ответственности. И от того, что в душе вы себя не принимаете. Не любите себя. Я не знаю, на самом деле как вы работали с психологами и какие психологические видео вы смотрите. Я вам рекомендую не заниматься этими вещами, а проконсультироваться у психологов. Хотя бы на нашем ресурсе. И во всем разобраться. Как следует. Тогда вам будет понятнее как обстоят дела. И тогда вы сможете уже понимать в чем именно это ваша проблема. Это ваша проблема. Потому что здоровая личность, гармоничная личность. Если видит, что человек не соответствует ей, не дает то, что нужно, если человек не отходит, ведет себя неприемлемо, то он заявляет о том, что ему не нравится, и если человек не реагирует, он просто отдаляется. Выйдет снова и снова бьетесь в одну и ту же дверь. Вопрос заключается в том, для чего? Почему? Что заставляет вас это делать? Это ваша проблема. То есть не надо разбираться. Влияет ли родительский сценарий? Да, влияет. Но не с родительского сценария я хочу начать. А с вашей жертвенной позиции. С детской позиции. неужели у него такие ценности настолько плевать на меня и на семью? Какая разница? Вам самой на себя не плевать, если другим не будет плевать. А вам самой на себя плевать, раз вы терпите такое отношение, значит и другим людям тоже будет плевать. И это нормально. Понимаете, какая цепочка? Поэтому начинать нужно с личных границ, личного пространства, с адекватного ценностного отношения к себе и с принятия себя. А далее уже новые вы будете смотреть на то, кто рядом с вами и достойен ли этот человек того, чтобы с вами быть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. вам у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. желаю вам всего самого доброго и удачи. удачи!